28 августа 1962 года в Санта-Кларе, штат Калифорния, вечер выдался теплее обычного. Две школьные учительницы, живущие в квартире номер 9 двухэтажного многоквартирного дома в стиле ранчо, оставили входную дверь открытой, чтобы спастись от духоты. Около 7 часов вечера обычная жизнь в жилом комплексе была нарушена ревом радио, по которому играла классическая музыка. Источником громкой музыки был их сосед сверху, Геза Де Каплани, который вошел в гостиницу школьных учительниц, не спросив разрешения. Сосед выразил надежду, что радио им не мешает, а затем добавил, что радио будет играть еще некоторое время. После этого, не дожидаясь ответа, он повернулся и вышел обратно во двор, где продолжал расхаживать взад-вперед. Как и было обещано, радио продолжало громко играть, и ближе к вечеру учительницы услышали стон. Позже они рассказали, что не могли понять, мужчина это был или женщина. Стоны становились все громче, заглушая радио. Стоны были настолько громкими, что почти весь персонал и жители комплекса вышли посмотреть, что происходит. У бассейна начала собираться толпа, которая смотрела на окна квартиры номер 30, где жили мистер и миссис Де Каплани. Было почти 10 часов вечера, когда начали прибывать сотрудники полиции и скорой помощи. Войдя в квартиру номер 30, откуда доносились громкая музыка и стоны, они обнаружили миссис Де Каплани в изножье кровати. Она была обнажена, ее руки и ноги были связаны, под левой грудью была кровь, женщина стонала от боли. Нескольким полицейским и сотрудникам экстренных служб пришлось покинуть квартиру из-за того, что воздух был насыщен кислотными парами. Пока парамедики пытались снять веревки, а полиция пыталась выяснить, что произошло, мистер Де Каплани сидел на кухне гостиной и наблюдал за этой безумной сценой, как будто это был старый фильм, который он смотрел много раз. Миссис Де Каплани умоляла спасателей развязать веревки и освободить ее руки и ноги. Она просила их вывести ее из этого дома и обещала успокоиться и не плакать, только чтобы они скорее ей помогли. Молодая женщина была доставлена в больницу с ожогами третьей степени более чем на 60% тела. В больнице миссис Де Каплани рассказала полиции, что произошло с ней в тот вечер. Он связал мне руки за спиной, заткнул рот кляпом и включил радио. Он открыл чемодан, достал три бутылки с жидкостью и поставил их рядом с кухонным ножом. Затем он облил мое тело кислотой и указала на область гениталий. Полиция спросила миссис Де Каплани, кто с ней это сделал, и она ответила – мой муж. Геза Де Каплани был доктором венгерского происхождения, эмигрировавшим в Соединенные Штаты в начале 1950-х годов и во многих отношениях выдающимся человеком. Несмотря на то, что Геза вырос в очень обеспеченной семье, его детство не было особенно счастливым из-за отца-тирана. Его отец был настолько агрессивен и жестокий, что в результате одного из побоев Геза потерял зрение на один глаз. После окончания средней школы молодой человек поступил в Сегетский университет изучать медицину и окончил его с отличием в 1951 году. На следующий год он начал работать кардиологом в Будапеште. Все шло хорошо до 1956 года, когда во время Венгерской революции у Гезы начались проблемы с властями, и ему пришлось бежать из Венгрии, чтобы избежать ареста или даже казни. Геза посетил Англию и Данию и написал книгу под названием «Мятежный доктор» о своем опыте борца за свободу в Венгрии. В 1957 году Геза переехал в Соединенные Штаты и поселился в Бостоне, чтобы продолжить свою практику в качестве кардиолога, но обнаружил, что его диплом, полученный в Венгрии, не был признан в Соединенных Штатах. В результате ему пришлось переквалифицироваться на анестезиолога и пройти стажировку в больнице в Милуоке, штат Висконсин. После года стажировки Геза учился в Гарварде и преподавал анестезиологию в Ельском университете. Позже он решил переехать в Сан-Хосе, штат Калифорния, где начал работать в больнице Сан-Хосе. В июне 1962 года, когда Геза была 36 лет, он познакомился с красивой 25-летней молодой женщиной по имени Хайна, которая, как и Геза, была родом из Венгрии. Хайна была бывшей моделью, королевой красоты и работала танцовщицей в клубе. Вскоре после знакомства у них завязались отношения. Все развивалось достаточно быстро, настолько, что через месяц после знакомства они поженились. В этом бурном браке все шло хорошо, они оба, казалось, были влюблены в друг друга и строили планы на будущее. Однако всего через несколько недель после свадьбы друг сообщил Геза, что Хайна изменила ему с другим мужчиной. Геза был в ярости, но сохранял внешнее спокойствие и делал вид, что ничего не знает. Ведя себя с женой, как обычно, он начал придумывать план мести, чтобы уничтожить ее красоту. Жарким вечером 28 августа 1962 года он осуществил свой план. Он привязал Хайну к кровати, громко включил радио, чтобы заглушить ее крики и начал уродовать ее лицо и тело скальпелем, делая многочисленные надрезы. Затем он залил в порезы смесь соляной, серной и азотной кислот, в результате чего большая часть передней части тела Хайны получила ожоги третьей степени. Полицию вызвали только через три часа. Когда прибыла полиция, Геза объяснил им, что его план состоял не в том, чтобы убить свою жену, а просто в том, чтобы уничтожить ее красоту. Это уродство, бесстрастно объяснил он, было сделано только для того, чтобы ни один другой мужчина никогда не возжелал ее. Хайна провела 33 дня в больнице в тяжелом состоянии, борясь за свою жизнь, но, к сожалению, скончалась от полученных травм. Геза де Каплани был арестован и официально обвинен в преступлении против собственной жены. Суд над ним состоялся 9 января 1963 года, и первоначально ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, но позже, после смерти его жены, обвинение было изменено на убийство с применением пыток. «Это должно быть один из самых ужасных способов убить человека, который вы только можете себе представить», сказал Карл Майер, заместитель генерального прокурора штата, участвовавший в рассмотрении апелляции. «После 33 дней боли и пыток кожа становится грубой и отваливается от вашего тела, невозможно представить себе ничего более жестокого». Геза не признал себя виновным по причине невменяемости, а его адвокат утверждал, что у Геза расстройство множественной личности, и заявил, что это преступление совершил не он, а его второе я, Пьер Деларош. Прокуроры привели на трибуну свидетеля для дачи показаний, женщину по имени Рут Крюгер, у которой ранее были отношения с Гезой. Рут заявила суду, что Геза никогда не проявлял множественных личностных качеств или безумия. Для нее он был нормальным мужчиной. Геза де Каплани был признан юридически вменяемым, но с медицинской точки зрения некоторые врачи объявили его клинически невменяемым. Судебный процесс длился несколько дней. Присяжные, состоящие из десяти мужчин и двух женщин, в течение двадцати часов обсуждали, какой приговор должен быть вынесен де Каплани – казнь или пожизненное заключение. Он был признан виновным в преступлении против собственной жены и приговорен к пожизненному заключению. «Я чувствую ужасную серьезность этой трагедии, но я абсолютно не чувствую себя ответственным. Я был сломлен силами, которые я не мог контролировать», – сказал Геза де Каплани прессе после вынесения приговора. В то время законы Калифорнии не признавали концепцию реального пожизненного заключения. Те, кто был приговорен к пожизненному заключению, также имели право на условно-досрочное освобождение через семь лет. Присяжные могли бы приговорить Геза к смертной казни, но суд постановил, что он будет считаться особо опасным заключенным и что из-за тяжести совершенного преступления он никогда больше не будет освобожден из тюрьмы. К сожалению, они были неправы. Геза де Каплани не получил условно-досрочного освобождения ни в первый, ни во второй раз. Но к тому времени, когда он отсидел 12 лет, он нашел решение, которое могло бы быть одобрено комиссией по условно-досрочному освобождению – поехать на Тайвань в качестве медицинского миссионера. Геза поклялся посвятить остаток своей жизни, какой бы долгой или короткой она ни была, служению бедным в слаборазвитых странах, боль и страдания которых он желает облегчить. Никто не знал, как противостоять его плану. Все родственники Хайны были мертвы. Местная прокуратура и полиция не были проинформированы о предстоящем слушании по его условно-досрочному освобождению, хотя этого требовал закон. Тем временем его сторонники выходили на митинги, многие из которых были организованы католическим священником, который в свое время венчал Геза и Хайну. Этот священник посетил архиепископа Сан-Франциско Джосефа Макгакена, который встретился с председателем комиссии по условно-досрочному освобождению Раймондом Пракунье. В 1975 году Деза де Каплани был условно освобожден в результате спорного решения, вызванного утверждениями о том, что посмертные фотографии его жертвы были удалены из его досье председателем Калифорнийской комиссии по условно-досрочному освобождению мужчин до того, как его дело было рассмотрено комиссией по условно-досрочному освобождению. Совет не видел ни одной фотографии, на которой было бы видно, что Геза сделал со своей женой, и поскольку он считался образцовым заключенным, его условно-досрочно освободили. При шокирующем повороте событий доктор Геза де Каплани был тихо освобожден условно-досрочно всего через 13 лет после совершения своего ужасного преступления. Это решение вызвало возмущение и заставило многих усомниться в целостности судебной системы Калифорнии. Комиссия по условно-досрочному освобождению разрешила Гезе поехать на Тайвань в ноябре 1975 года, чтобы работать врачом-миссионером, обслуживая бедных пациентов в католической больнице в Луцао. Геза де Каплани покинул Соединенные Штаты до того, как его обвинители и широкая общественность узнали о его условно-досрочном освобождении. Это вызвало негативную реакцию общественности, и в результате президенту Калифорнийской комиссии по условно-досрочному освобождению впоследствии преградили отстранением о должности, но он сам решил уйти со своего поста. Следующие четыре года Геза де Каплани проработал в клинике Луцао. Он был возмущен постоянными проверками испытательного срока. Геза обратился к государственным властям с жалобой на то, что его агенты не имели ни правовой нормы, ни более того морального права преследовать его в какой бы то ни было форме. Позже он заявил, что любое другое аморальное домогательство против него приведет к судебному иску на сумму 1 миллион долларов. Он покинул Тайвань в конце 79-го года и исчез из виду, забыв о своем обещании посвятить остаток своей жизни служению бедным, чью боль и страдания он хотел бы облегчить. Геза де Каплани считался скрывающимся от правосудия, поскольку покинул Тайвань за несколько месяцев до истечения срока его условно-досрочного освобождения. Когда департамент исполнения наказаний узнал о его исчезновении, был выдан орден на его арест, а его имя было передано в Интерпол. Местонахождение кислотного доктора стало известно чуть больше года спустя. Он находился в Западной Германии. В конце 1980-го года женский журнал опубликовал статью о печально известных убийствах, в том числе о нападении с применением кислоты в Калифорнии. Именно тогда новые коллеги Геза узнали его и немедленно вышвырнули из немецкой больницы, где он работал. Тем временем дело Геза де Каплани становилось все более и более холодным, переходя из рук в руки. В 1982 году агент по условно-досрочному освобождению рассмотрел это дело и рекомендовал штату найти де Каплани и вернуть его в тюрьму. Де Каплани, по сути, тот же человек, который совершил убийство в августе 1962 года, написала агент Линда Купер. В состоянии стресса он представляет опасность для окружающих. Власти США не предприняли никаких действий. Согласно одному из документов, полученных из Департамента исполнения наказаний, в 1983 году сбежавший доктор некоторое время работал в медицинской клинике армии США в Графенвере в Баварии. И тогда власти ничего не предприняли. В архивах не было никаких упоминаний о докторе до 1994 года, когда другой агент по условно-досрочному освобождению пересмотрел это дело. Агент Мёрдек Смит написал, что освобождение Геза де Каплани из тюрьмы было расценено как огромная ошибка и что государство должно быть готово экстрадировать его, если он будет задержан. У подразделения есть опыт экстрадиции отдельных лиц, даже если расходы непомерно высоки, написал он. К 1995 году агент по условно-досрочному освобождению Джон Рейфорд написал, что делом де Каплани с самого начала занималось не то подразделение. Согласно статье Санхаса Меркури Ньюс, в последующие годы было несколько возможностей найти доктора и вернуть его в калифорнийскую тюрьму, но власти упускали их одну за другой. В 2002 году, после нескольких месяцев расследования, журналисты наконец нашли вышедшего на пенсию доктора в маленьком немецком городке Бацвишонен в Нижней Саксонии. Выяснилось, что он получил немецкое гражданство двумя годами ранее и с тех пор находился под защитой Германии. Германия не выдала бы его Соединенным Штатам. Доктор даже не скрывал своей личности, его имя было написано на двери. Он жил со второй женой, с которой познакомился на Тайване. Когда журналисты позвонили в дверь, дверь открыл здоровый мужчина лет 70. Во время интервью с журналистами 75-летний Геза сделал несколько заявлений, демонстрирующих отсутствие искреннего раскаяния. Он сказал, что совершил одну ошибку в своей жизни и достаточно заплатил за нее. Он настаивал на том, чтобы его называли доктор, доктор Геза де Каплани, из-за его докторских степеней по медицине и философии, и утверждал, что у властей Калифорнии никогда не было причин возвращать его обратно. Как сообщали журналисты Санхуса Меркури Ньюс, в своей статье 2002 года условно-досрочное освобождение де Каплани потерпело фиаско от начала до конца. Женаубийца заручился поддержкой нескольких католических священников и одного архиепископа, которые тайно лоббировали интересы доктора в комиссии по условно-досрочному освобождению. Неизвестно, что случилось с кислотным доктором после публикации статьи в 2002 году и жив ли он до сих пор. В любом случае, никаких известий о его смерти не поступало. Если он все еще жив, то сейчас ему 98 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok